Всем привет! Ноябрь богатна, стоящий премьер, остается дело за малым, это сделать выбор. Итак, фильм номер один на этой неделе, экранизация знаменитого британского детектива Агаты Кристи «Убийство в ночном экспрессе». Картину поставил режиссер Кеннет Браната, он же сыграл роль сыщика Эркюль Пааро. Помимо него в фильме снялась Пенни Лопа Круз, Мишель Файфер и мастер эпатажа Джонни Депп. На лондонской премьере фильма только ленивый не заметил, что Джонни был нетрезв актера по мятым смокинге и развязанной бабочке, то и дело таскал его телохранитель, чтобы тот не упал на ковровой дорожке. Кто-то понимает, успех делал нелегкое. Один из пассажиров мертв, его убили. Убийца находится в поезде среди нас. И все вы под подозрением. Фильм расскажет об очередном деле знаменитого сыщика Эркюля Пааро. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в загадочный детектив. Совершено жестокое убийство. Под подозрение попали 13 пассажиров поезда. И Пуарона да как можно скорее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет ответный удар. На что вы готовы пойти ради спасения ребенка? А если речь идет о том, что он совершил преступление, а вам нужно замести следы? Об этом предлагает подумать обладатель премии «Оскар» режиссер Орен Магерман, снявший психологическую драму «Ужин» по роману Германа Коха. Главная изюминка фильма – актер, сыгравший крючевую роль, великий и могучий Ричард Гир. В центре сюжета – один вечер в ресторане, две семьи за столом, будущий премьер-министр Стэн Ломан и его брат Пол с женами. У обеих пар есть сыновья, и как оказалось, оба они виновны в чудовищном, но пока не раскрытом преступлении, которое совершили по глупости. Теперь Ломанам нужно принять самое важное решение в жизни – поступить по совести или встать на защиту подростков, рискнув собственным статусом и, возможно, свободой. Фильм номер три – это одна из самых красивых картин за всю историю кинематографа. Еще бы, ведь над созданием фильма Ван Гог трудилось 112 художников из 20 стран мира, в том числе и художница из России Александра Соколова. Кропотливая работа над фильмом о драматической жизни Ван Гога, о его загадочной смерти длилась шесть лет. И вот, наконец-то, закончилось произведение искусства уже сегодня в кинотеатрах. Винсент Ван Гог покончил с собой? Как можно от чувства абсолютного спокойствия дойти до самоубийства за шесть недель? Необычный и очень красивый анимационный фильм «Ван Гог с любовью Винсент» расскажет о жизни и смерти известного художника. Но не просто расскажет, а покажет в виде картин, написанных этим великим человеком. А для вас, мои юные телезрители, я приготовила приключенческий мультик «Маленький вампир». Это история о дружбе, которая не знает границ. Смотрите только хорошие фильмы. Мы с вами увидимся уже в следующий четверг, а прямо сейчас трейлер о маленьком вампире. Пока-пока! Тебя как зовут? Тони Томпсон. Рудольф Нукоукусинус. Ну что, полетаем? Это история о маленьком вампире Рудольфе, 13-летнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф знакомится с обычным мальчиком по имени Тони. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он с радостью предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения.